Научные и инновационные разработки, экономическое состояние малого и среднего бизнеса – итоги работы за 2020 год. Эти и другие темы обсуждали участники 4-й городской конференции поставщиков. На сцене с докладами выступили руководители организации, министерств торговли и предпринимательства, банков. В приветственном слове директор ФИАЦНЕФ Валентин Костюков отметил, что за последние 10 лет ядерный центр в разы увеличил объемы закупок, количество рабочих мест, уровень заработной платы и процент налоговых исчислений. Объемы работ, с которыми ВАЦНЕФ заключил договора в 2020 году с предприятиями Саровых. Цифра 8 миллиардов 254 миллиона. 3,8, почти 3,9 миллиарда – это капитальное строительство. 4,369 миллионов, 4,369 миллионов – товары и услуги. Производство продукции для гражданского сектора Национальный центр физики и математики, православный центр в рамках туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров, развитие городской инфраструктуры. Для реализации дальнейших проектов ядерный центр в ближайшие годы планирует ввести около 3000 молодых специалистов и рабочих. На фоне этого особенно важно обновить и сохранить связи с поставщиками. По словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области, 2020 год стал тяжелым испытанием для многих отраслей. Несмотря на это, Саров продолжает занимать ведущие позиции в экономике региона. Стабильно город Саров занимает четвертое место по результатам оценки уровня социально-экономического развития. А по итогам 2020 года Саров у нас в регионе на первом месте по величине заработной платы. То есть это практически 200% от средней по Нижегородской области. Тёжеспособный спрос на Саровской территории, он значительный. Это позволяет как раз выбирать достаточно диверсифицированно подходить к выбору способа ведения бизнеса. Конференция поставщиков – это возможность для прямых переговоров на уровне заказчик-исполнитель. На выставке саровчане и гости из Нижнего Новгорода представили продукцию и услуги от выпечки и стройматериалов до спецодежды и высокотехнологичного оборудования. В этом году разнообразная, более 20 предпринимателей у нас здесь представлено. Причем могло быть больше, но, к сожалению, ковид диктует нам свои условия, больше мы не смогли разместить физически. Здесь и сфера услуг. В основном бизнес для бизнеса. Это и рекламные услуги, и услуги образовательного характера, и, конечно же, услуги по изготовлению какой-то продукции. Например, выставочное оборудование у нас выставляется. Это и специализированная одежда. Причем два представителя у нас этого направления сегодня участвуют. На конференцию для обмена опытом приехала делегация из Бора – представители городской администрации и завода алюминиевых конструкций. Руководители банков, в свою очередь, рассказали промышленникам и предпринимателям о возможных способах поддержки бизнеса. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.